Всем привет и добро пожаловать на очередной туториал! В одном из роликов я рассказывал про смешение разных арт-материалов и даже рабочих сред в одном рисунке. И пришло время показать это на практике, на примере вот этого несложного скетч-портрета. Так что сегодня поучимся еще и стилизацию рисовать. Для основной части работы нужны будут гладкая бумага А4, клячка и пара графитных карандашей, желательно около 5B. Ну а что надо для завершающего куска работы, я расскажу чуть попозже. Для построения скетча я использую технику из прошлого видео. Кратенько напомню, что к чему. Сначала надо сделать отрезок высотой с голову и поделить его пополам. В нижнюю половинку вписываем кружок вот такими движениями. Вверху нужно сделать еще один, но чуть-чуть больше. И дальше соединяем все это дело в овал лица. Теперь надо разметку сделать. У нас уже есть середина лица, она же линия глаз. Отступаем от нее немножко вверх. Насколько не скажу, смотрите прошлый видос. Это будет линия бровей. От нее до подпородка пополам. Основание носа и вверх столько же линия волос. Пропорции по ширине нужно искать от ширины области глаз. А это расстояние равно отрезку от носа до нижней губы и межглазному расстоянию. И вот большая часть средних пропорций у нас в принципе готова. Но так как это будет мультяшный персонаж, надо закладывать глаза чуть побольше, а это тянет все остальное. Поэтому линию бровей пока что стираю. Ну и всякие ненужные линии тоже. Чтобы дальше разобраться, что и где строить, надо глаза наметить. Потому что много чего от них высчитывается. В прошлом видео я говорил, что этот момент нужно оттягивать, но не в такой ситуации и не в мультяшной технике. Разрез глаз я рисую пока что только сверху. И когда он готов, кружками накидываю радужки. С границами нижних вид нужно быть осторожными. Из-за того, что свет обычно сверху падает. У них граница с глазом подсвечивается и ее почти не видно. Именно поэтому я их вот так нарисовал. Печуя с подворотом в верхнее веко. Эти приемы используют многие мультипликаторы. Пока что глаза нужно оставить. Этого уже достаточно, чтобы нарисовать нос. Я начал строить его примитиво овало, примерно равного по ширине промежутку между глаз. Внизу рисуется вот такая петелька а-ля лук Ивана-Царевича. И по бокам делаем ноздри. Как видите, всю вот эту конструкцию я разметил чуть-чуть ниже ранее отмеченной линии. Чтоб массив губ и носа сделать визуально меньше. Это тоже популярный прием из мультипликации. Губы отмечаю с разреза, примерно на 1 треть от подбородка носа. Можно сразу и улыбку поставить. Как видите, опять строят примитиво под валиков. И тут есть нюанс. Когда обводите эти валики, не надо доводить до самого края. Особенно нижнюю губу. Потому что по краям губ сверху и снизу есть такая маленькая ступенька. И вот именно мое мы по сути рисуем. Но по краям ступенька меньше становится. Можете прям час на себе проверить. Ну а я тем временем намечаю брови. Решил их сделать вздернутыми, чтобы появилась эмоция такого, знаете, доброго недоумения. Мне кажется, это прикольно. Конструкцию бровей я сначала заложил одну общую линию. И дальше на ее основе сделал силуэт примерно вот так. Что еще тут осталось? Надо скорректировать силуэт лица. Еще одна дань традиции из мультипликации. Это очень узкий подбородок у девочек, что я сейчас и пытаюсь изобразить. Низ за узел, вверх расширил. В итоге большие глаза, узкий подбородок, компактный нос и пухлые губы. Получилось ненатурально, но зато гротескно. То есть мы преувеличили все те черты, которые характерны для девочек. Ну и вроде бы неплохо получилось. Уши, кстати. Я их тоже уменьшил. Потому что в этих пропорциях расстояние от носа до бровей очень большое. И если по классическим правилам делать, получается какая-то лапоушка. Оно нам не надо. Верху шеи делать не стал, потому что я их перекрою потом прической. Ну и шею тоже наметил. Она делается опять-таки гротескной, подчеркнуто узкой. Я даже, наверное, широковато сделал. Ну что, какое-то первоначальное ощущение от персонажа у вас уже, наверное, появилось. Наверное, взгляд пустоватый, да? Это потому что нет зрачка и бликов. Блики я обычно рисую маленьким кружком или прямоугольником в самом верху. Зрачок, понятное дело, круг. И его очень важно сделать четко по центру. По центру радужки. Это важно и многие новички с этим портачат. Ну вот, уже стало лучше. Сейчас делаю несколько правок и буду шарфик рисовать. Там ничего сложного, в принципе. Несколько линий, складок по форме цилиндра. Вот и все. А самое сложное это будут волосы. Итак, волосы. Перед тем, как их чистовую рисовать, я сделал несколько дизайнов. И остановился на пышных локонах с эффектом ветра. По сути, сейчас я просто копирую то, что у меня на прошлом рисунке было. Использую для этого методы сравнительного измерения, отвесов, связанных форм. Вот, кстати, подсказочка для тех, кто не в курсе, что вот это все такое. Рисовать лучше бледно, широкими штрихованными линиями. Карандаш удобнее всего средний взять и держать за кочек. Тогда точно бледно получится. Строить прическу можно вот так, по локонам, как я сейчас. Или сначала приблизительно общий силуэт наметить по ширине. И дальше уже возиться с тем, что внутри. Оба варианта хороши. И что там, что там, надо следить, чтобы линии были плавные. Изгибы аккуратно один в другой перетекали. Тогда будет вообще огонь. Готово. Следующим этапом работы будет покраска. Первыми сделаю волосы. И они будут темные. Поэтому, чтобы не потерять драгоценные линии, их нужно усилить. Сейчас я сделал пару исправлений в овале и начинаю все это дело обводить. Если будете рисовать вместе со мной, делайте темнее, чем я сейчас. Потому что мне тона не хватило и пришлось потом внутри локонов во время работы отвлекаться и постоянно добавлять. Локоны волосы не обязательно обводить точь-в-точь. Можно старый контур использовать просто как такую основу. И делать более-менее интересный, динамичный поворот. Это очень важно. Именно это я сейчас делаю. Мои движения резкие, уверенные. Как будто я лайн-арт на планшете рисую. Чтобы таким макаром делать сложные изгибы, приходится сам изгиб делить на части и прорисовывать за один раз только один поворот. Сложность в том, чтобы попасть одной линией в другую. Снохрапу может не у всех такое получиться, поэтому потренируйтесь. Даже если не будете рисовать конкретно эту работу, такой прием вам пригодится. Можно сказать, что линейная часть рисунка готова. Дальше будет самый долгий кусок работы. Работа с тоном. Сейчас я покажу несложный способ, как можно раскрасить темные стилизованные волосы. Итак, сначала надо сделать черновую тоновую подкладку. Я делаю ее вот так. Огрызком карандаша со скругленным кончиком. Длинный, но круглый грифель это важно. Если его держать вот так, как я сейчас, можно рисовать относительно темные, но широкие линии. Это здорово экономит время. Круги делаю небольшие, непрерывные. Желательно, чтобы они еще и круглые были, а не вытянутые. В чем фича вот этого всего? Почему просто крест-накрест, например, не сделать? Ну, на самом деле, рисовать и делать можно вообще что угодно. И в прошлой версии рисунка я как раз крест-накрест красил. Зачем же тогда вот тут я так советую? Дело в том, что любые советы и правила в рисунке помогают делать что-то быстрее и эффективнее. И конкретно вот эта техника проще всех остальных и гораздо быстрее. А еще круговые линии не оставляют направление в какую-то одну сторону. И это важно будет потом, когда мы будем штриховать локоны по форме, потому что завитки не конфликтуют со штрихами любых направлений. В общем, закрашиваю все и буду объяснять, что делать дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Окей, вроде бы готово. Ну, это была первая проходка. Сейчас сделаю еще одну. Можно сказать, что она такая корректирующая будет. Обратите внимание, что мои кружки меньше стали. Это нужно, чтобы точнее попадать в пустоты. То есть я сейчас стараюсь заполнять просветы. Ну, еще как бонус, волос станет темнее. Это тоже важно. Нужно сделать именно вот так. Темно. Для чего? Поймете на следующем этапе. Готово. Ну что, сейчас шок-контент. Берем руки клячку, небольшой кусочек. Желательно его вот так скатать перед этим, немножко попачкать. И я начинаю стирать. Вот так вот. Вот так вот. Прокатываю по волосам, как будто тесто делаю. Убирать нужно небольшими кусками, тогда более и менее равномерно получится. В тех точках, где пятно формируется, просто почаще прокатываем. И когда клячка забивается, нужно немножко ее в руках поверить. Зачем все вот это, спросите вы? Почему вот сразу нельзя было просто темный сервис делать? А потому что, когда клячкой прокатываешь, она убирает еще мелкие пятна. Не все, конечно. Конечно, просто меньше становится. И еще получается текстура вот какая-то своя. И это то, что надо для следующего этапа. Итак, что на следующем этапе делаю? Надо усилить линии и сделать жирный, аккуратный лайн-арт. По крайней мере, постараться. Тут каких-то хитрых техник нет, просто несколько раз провожу с нажимом по одному и тому же месту. И наш самый лучший друг в этом деле – это аккуратность. Думаю, вы обратили внимание, что после обводки как-то ровнее заливка стала. Здесь чистая психология восприятия работает, но я сейчас не буду в эту сторону уходить, а то ролик затянется. Сейчас надо имитировать цвета тени, текстуру волос. Именно имитировать, потому что рисунок стилизованный. Сначала надо проштриховать волос наизгибу. Вот так. Штриховка нечастая, резкая. Веду штрих от широкой линии в сторону с растяжкой. Это линия луч. Ее несложно научиться делать, я это показывал в видео по штриховке. Таких вот мест я закладываю несколько штук. Там, где не получается сделать штрих от линии, делаю обоюдоострый штрих. Это чуть посложнее, и я тоже показывал, как его делать в том видео. Ну и в итоге все вот это должно добавить волосам некоторой объемности. Сейчас я уже заканчиваю со штрихами. И буду почти черным сплошным закрашивать 4 нижние пряди. Это тоже объемности добавит. Закрашивать можно двумя вариантами. Первый. Сильно нажимаем на карандаш, чтобы сразу получить почти черный цвет. Красим короткими движениями, плотно. Руку можно не отрывать, когда направление меняется. Минус такого способа, ну, не очень однородно получается. Поэтому я его только в самой узкой части использовал возле уха. Ну а второй вариант, это классическая многослойная штриховка. То есть делаю отдельные полоски, очень плотно, примерно в 2-3 слоя. Чтобы случайно не залезть на лицо и все там не попортить, предварительно делаем широкую полосу. Она, кстати, не только для защиты нужна, но и еще в целом для рисунка. После того, как вот с этими фрагментами закончу, еще немножко штриховки добавлю и чуть-чуть тирану волосы для плавности. Ну вот, эпопея с волосами закончилась. Теперь лицо. Естественно, с глаз начинаем. Все мы их любим. Прелесть визионной техники в том, что тут можно использовать контуры. Их гораздо проще делать, чем тон. Как я сейчас обвожу контуры, наверное, объяснять не надо. Тут и так все понятно. Вот эти широкие линии сразу объединяют в себе толщину верхнего века, подводку и ресницы. Очень рекомендую в такой ситуации и стилизации не использовать прием с ссованием отдельных ресничек. Мало у кого это хорошо получается, поэтому не надо, можете просто все запороть. Самую красивую часть глаза мы тоже упрощенной делаем. Я обычно начинаю со зрачка, рисую его сразу черным. С карандашом 5B это в принципе легко. Дальше обвожу контуры радужки широкой линией и заполняю тушевкой все внутри, кроме бликов. Вуаля! Глаз ожил. Линию верхних век рисуем одной жирной линией. Желательно, чтобы по краям она была тоньше, так натуральнее будет. Нижнее веко особо вырисовывать не будем, чтобы возраста не добавлять в детей. Нижняя его часть не сильно выражена. И таким образом мы покажем, что это именно девочка, а не девушка. И из нижнего века я только подводку сделал по краям и пару намеков на ресницы. Теперь губы. Тут все еще проще. Начинаем с линии смыкания губ, делаем ее жирнее. Потом мягко два слоя затушевываем. Если хотите сделать губы чуть-чуть глянцевее и живее, можно нарисовать блик. Естественно, он должен быть на нижней губе, опять-таки потому что свет в нашем мире чаще всего сверху падает. Ну и как в случае с глазами, сначала отмечаем эту область и потом просто пропускаем, когда закрашивать будете. Аналогичный блячок я отметил сразу и на носу. Во время построения носик получился не совсем там, где должен быть, поэтому я его перенес у себя чуть-чуть правее. Что касается рисования, здесь просто усиливаем контурные линии и рисуем собственную и падающую тень. Хорошо, все самое важное, кроме бровей, я цветом уже показал. И теперь немножечко тона нужно дать, чтобы какой-то минимальный рельеф на лице появился. Если по бокам ориентироваться, у меня прямое освещение, вернее, если по бликам ориентироваться, значит, надо чуть темнее сделать все те плоскости, которые будут под углом к свету. То есть это область переносицы, скул, щек по бокам и область под бровями. Полноценные тени тут, конечно, не надо рисовать, это же все-таки стилизация. Надо просто слегка подмазать те места, которые я назвал. Чаще всего два, максимум четыре слоя. Бумаги касаюсь нежно, поэтому карандашик вот так держу, за кончик. Со стороны ушек можно сделать намек на волосы. В верхней части это будет продолжение прически, а снизу продолжение линии от овала лица. И лучше их не соединять, тогда выражений получится скуловая кость. Хотя это же стилизованный портрет, тут о каких-то таких вещах можно и не думать. Анатомию уха я, естественно, упрощаю. Просто обозначаю контуром из гири, который формирует козелок и противозавиток. И все это дело затушевываю. Неплохо при этом соединить все это дело с массой волоса вверху. Брови. В стилизации их тоже можно рисовать массой вариантов. Чаще всего делают контур и просто закрашивают сплошняком внутри. Или можно делать, как я сейчас, с намеком на реализм. Конкретно в этом варианте я заложил жирную линию внизу и от нее вверх вывожу линии лучи. Их желательно сделать в направлении, куда стремятся верхние кончики бровей. Следующий шаг – шея. Ее буду красить попроще, погрубее. Поэтому сначала надо сделать подушку безопасности, широкую линию по форме подбородка. Внизу делаем аналогичную по шарфу, только тут слабее, потому что все-таки сверху свет у нас падает. Помним об этом. Поэтому делаем вот так. Можно сразу и остальные линии на шарфе сразу же заложить. Дальше беру вот такой огрызок с круглым грифелем и мягко затушевываю в два слоя. Это, кстати, тот самый карандаш, которым я волосы закрашивал. А всего у меня их три. И все пять Б. После того, как тон готов, можно сделать вот такую аккуратную штриховочку. Я специально делаю ее наискосок, а не по форме, чтобы шея казалась плоской. И тогда на ее фоне лицо и прическа будут немножко круглее. Чтобы потом не отвлекаться, сразу нарисую шарфик тем самым огрызочком. Только теперь уже по форме. По форме это значит, стараюсь конкретно вот в этом случае скруглять штрихи. Как будто цилиндрическую форму облепляю. Потому что в основе шарфа и шеи именно такой примитив. В конце можно мазнуть пальцем чуть-чуть, чтобы резко штрихов убрать. Ну и теперь нужно форму драпировки показать. Цветовую часть можно сделать клячкой, а тени вот такой штриховочкой. В конце все это дело можно подчеркнуть линиями. Все-таки это стилизация и упрощение. Ну вот почти и все с карандашной частью. Еще немножко тона сейчас заложу в ушах. Тут все просто и на лице еще. Здесь сначала подбородок. Его можно вот такой полоской оттенить, не до конца. Таким вот образом мы имитируем рефлекс в самом низу. Вот. Ну а дальше все те теневые части, про которые я чуть ранее рассказывал. Штрихуем аккуратно, по форме. Когда рисуешь молодежь и особенно девушек, бывают проблемы. Вот как по форме заложить штрих не всегда понятно. Особенно этим новички страдают. И прикол в том, что тут можно не меньше двух направлений выбрать. И сложно сказать, какое лучше будет смотреться в конкретной ситуации. Поэтому вырабатывайте насмотренность. Советую делать это на вот таких референсах, где пожилые люди нарисованы. Чтобы это все было с тенями, штрихом. Кстати, вот эту последнюю фоточку своего рисунка я скоро выложу в группе канала. Если что, ссылки будут внизу на группу. Ну а я заканчиваю. Добавил веснушек. Эти многие иллюстраторы пользуются, потому что это дешевый способ сделать работу выигрышнее. Ну и автограф. Куда же без него. И это все, спросите вы. А как же превьюха? Неужели кликбейт? Подождите немножко. Помните, в начале видео я говорил про сочетание материалов и рабочих сред в одном рисунке? Вот сейчас оно и начнется. И может я кого-то разочарую сейчас, потому что не покажу каких-то волшебных светящихся карандашей. Дальше буду в цифре работать. Поэтому делаю фотку рисунка. Ну а для редакции выбрал все-таки первую версию. Она мне больше нравится. Загнал все это дело в фотошоп. Но для редакции можно любую программу использовать, которую знаете. И даже графический планшет вам сейчас абсолютно не нужен. Можно работать мышкой. Итак, первонаперво надо сделать рисунок потемнее, чтобы белый чуть темнее стал. Для проверки можно тыкнуть пипеткой по листу, и на цветовом креугольнике или кубике должна быть четверть серого. Если что, пипетку можно вот тут вызвать. Убавлять тон лучше всего через яркость-контрастность. Скручиваем только яркость и проверяем себя. Отлично. Дальше фишка только для фотошопа, она не обязательная. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl-U. Вылезает инструмент Hue Saturation. Нажимаем тонировать. И подкручиваем ползунки, чтобы получился желтовато-красный оттенок. Ну, легкий такой. И тыркаем ОК. Дальше переходим к рисованию цвета. Создаю новый слой и меняю его режим наложения на жесткий свет или Hard Light в английской версии программы. Кстати, во многих тактах эта фишка тоже есть. Ну и теперь выбираем кисточку. Через правую клавишу мыши жмякаем по списку и выбираем любую круглую из набора. У меня она уже выбрана. Вот. Чтобы проще было рисовать именно мышкой, топаем вот сюда. И выставляем прозрачность кисти сглаживания на 50%. Сглаживание, кстати, только с 19-й версии фотошопа есть. То есть с 19-го года. Ну и теперь можно рисовать. Выбираю легкий малиновый оттенок. Пробую. В принципе норм. Обажу вот таким вот образом контур рисунка. Размер кисточки, если что, менял квадратными скобками. Если слишком ярко получается или цвет какой-то не тот, можно сделать меньше прозрачность или заново цвет подобрать. Дальше стираю ластиком цвет на волосах. И уже в принципе неплохо смотрится, но можно еще улучшить. Топаем к цветовому кругу и выбираем немного более холодный и яркий цвет. Выделяем им самый-самый контур. Некоторые места можно даже по два раза пройти. Ну и завершающий штрих. Берем еще более светлый и холодный оттенок. Конкретно в этом случае желтый. Кисточка еще меньше. И проходим ей некоторые места. В конце можно еще с яркостью поиграться. И когда наиграете, сохраняем рисунок через меню файл. Экспорт. Надеюсь, у вас разыгралась фантазия, потому что работу с цветом можно очень интересно обыграть. Вот вам примеры других авторов. В таком стиле можно забахать и полноценный портрет. Не обязательно скетч. Можно пейзажи обрисовывать. И даже использовать ее как спасительную палочку-выручалочку, если карандашный рисунок не удался. Интересно, что у вас получится? Скидывайте свои работы под этим видео в группе канала. Ну и я желаю вам удачи, творческих успехов. И увидимся в новых видео. Покедова.